Лабагар Дарги Драуги Дорогие друзья, музыка, литература и соревнования. Вот они, три составляющие успехов на Юрмальском фестивале. У нас есть все три. Начнем по порядку с музыки. Несколько месяцев назад на Дома своих концертов Филипп Киркоров объявил о рождении дочери Аллы Виктории. Не прошло и девяти месяцев, как на другом концерте Филипп объявил о рождении сына Мартина Кристо. Ну, Филипп артист популярный, концертов у него еще очень много, поэтому заглянем в недалекое будущее. Итак, хор детей Филиппа Киркорова. Концерт в Уфе здесь, день города Воронеж здесь, тур по Сибири здесь. Почему так жесток мир? Почему наша мать – отец? Почему наш отец – мать? Почему они оба – Филипп? Не пойму, как отец живет. Почему все не как у людей? Как сперва получить развод, а потом нарожать детей? Да и что это за имена, чья больная фантазия? Сыну имя дать Мартин Кристо, дочке Алла Виктория. А потом понеслось капец, как он только нас не называл. А в Сиена Газмар, Баска Лепс. Я вообще, блин, Лолита Цекал. Я укупника Алибас. Я Бригожину Ринго Стар. Я колдуна Беланастас. Я Леонтьева Лещератар. Да у вас классные имена. Надо мной вообще ржет весь мир. Что ж так, папа, не любишь меня? Не плачь, Тимаси, это мир. Как у папы концертный чорс, так в Москве мы одни сидим. А в Болгарии дед Петрос, а у бабушки брат Максим. Без отца начинаем скучать, хорошо есть магнитопон. Чтобы папин совет узнать, мы включаем последний огонь. Пап, я в школу пошел! Пап, а как маму зовут? Зовут! Пап, можете, нас всех обратно отдашь? Никого уже не вернуть. Всем артистам Филипп подсказал гуманнейшую из идей. Прежде чем выпускать альбом, надо выпустить пару детей. Ну что ж, друзья, с музыкой разобрались. Теперь соревнования. После главного соревнования этого лета, чемпионата Европы по футболу, в английском языке появился новый глагол. Тукер-жаков. Что означает не попасть поворотом. Мы считаем, что в России существует очень много фамилий, способных обогатить язык Туманного Альбиона. Итак, представьте, аудиокурс английского языка лет так через пять. Здравствуйте, дети! Тимошенко, пожалуйста. Лесон, Эрнст. Урок первый. Гусман. Ветеран. Масликов. Молодой. Я счастлив, я молодой. Лесон, Николай. Урок второй. Аршавин. Проблема. Это ваши проблемы. Лесон, Семенович. Урок пятый. Путин. Завтра. Афта Путин. Послезавтра. Ту Медведев. Подменять кого-то. Ты не мог бы подменить меня послезавтра. Гудбай. Next lesson is Neil Ushakov. До свидания. Следующий урок русский. Ну что ж, дорогие друзья, теперь литература. Так уж совпало, что в этом году по имя Максима Горького «Песня о буревестнике» исполняется 111 лет. Мы, конечно, понимаем, что для латышей 111 — это просто красивая цифра. Для нас же, москвичей, это в первую очередь блатной номер. Но сейчас не об этом. Итак, представьте, что если бы Максим Горький отдыхал не на острове Капри, а здесь, в Юрмале. Песня о буревестнике. Песня о буревестнике. Над седой равниной мокрой, той, что морем здесь зовется, расположен град чудесный, вокруг улицы построен. Здесь центральная аллея гордо носит имя Йомас. Кто был Йомас, мы не знаем. Видно, это местный Ленин. Каждый год сюда стремятся миллионы из России. Миллионы в смысле денег, а людей, конечно, сотни. Меж туристов, словно пингвин, реет Игорь из Сургута. Тело жирное, и он прячет под футболкой «Питсбург Пингвинс». Он приехал из Сибири, там, где холодно всю зиму. Отдохнуть в краю чудесном, там, где холодно, но летом. Он привез с собой барсетку, что таится в складках пуза. Там лежит немного денег. С полбюджета долгов пился. Игорь четко понимает, что вести с собою надо. Скучно в Юрмале без денег. Словно в Туапсе с деньгами. Рыщет Игорь, точно демон. Кстати, демон — это кличка. Правда, то в Сургуте демон. Здесь он — бизнесмен Зимьянов. И в кафе заходит Игорь. Он кричит, мне литр виски. В этом крики жажда жизни. Жажда ярких приключений и доступных женщин. Жажда недоступных без спиртного. Осушивший литр виски, Игорь поднимает руку и заказывает... Водки. Буря! Скоро грянет буря! Через час уснул Зимьянов. Но проснулся! Синий демон побережья! Он рыдает, он смеется, громко лепсу подпевает. Через час ревет белугой, подпевая уже кругу. Вызывают полицейских. Их Димьянов не боится. А вот демон ненавидит. Он орлом вздувает воздух. Но его полет был прерван меткой латексной дубинкой. В общем, надо расплатиться. И за все заплатит Игорь. И на следующее утро... Здравствуй, бизнесмен Димьянов! Здравствуй, милый буревестник! Отчего ж он буревестник? Отвечаем. Это сволочь, когда в свой сургут вернется, явно всем друзьям расскажет, как здесь весело в июле. И, друзья, собравшись в сумки, вот тогда-то грянет буря! Дорогие друзья, мы, как молодые дипломаты, конечно, понимаем, чтобы победить на Юрмальском фестивале, нужна веская причина. И она у нас есть. Уважаемые жюри, если сегодня победим мы, то это будет самой громкой в истории победы российской дипломатии в Латвии. Точно! Да! Саня! На сцене пара по парам! МГИМО! В Юрмале летом весь мир отдыхает, время приходит, и все уезжают, когда все потратят. Довольные русские, сытые чехи, болгары, румынии, поляки и глеки, французы домой улетают в Париж, но их всех провожает богатый латыш! Сиди, латыш! Лабакар, латыш! Ну что, дипломаты, собрались? Ну что ж, друзья, начнем. Мы выступаем в Евросоюзе, а чтобы доступным языком объяснить, как он устроен, мы пригласили главного доктора на российском телевидении Елену Малышеву. Здорово жить, а в Москве работать! Вот так вот шутки, и сразу ворвалась на фестиваль. Дорогие мои друзья, и сегодня я хотел бы вам рассказать, как же функционирует такой замечательный организм, как Европейский Союз. Вообще, в этом организме Германия — это, конечно же, сердце. И, естественно, все боятся, что сердце может отказать. Да, пока оно отказало лишь Кипру, но ёкнуло-то у всех. Странно, при Балтике — это ухо, горло, нос. Потому что им в организме разрешено только дышать, смотреть и слушаться. Греция — это татуировка. Она появилась, ну, по молодости, а сейчас её попробуй выведи. А вообще, как вы все прекрасно знаете, сейчас в Евросоюзе нарушен обмен веществ. И даже несмотря на то, что всё газообразование происходит в России, я, извиняюсь, пучит всю Европу. И вы наверняка спросите, а вот чем же в этом организме является конкретно Латвия? Что, мужчина, лёгкие? Нет, лёгкие, тяжёлые — это всё Голландия. А вот Латвия — это душа. Потому что, как мы все прекрасно помним, когда Союз прикажет долго жить, душа покинет его первой. Так что, дорогие европейцы, ну, перестаньте вы жить для себя. Поживите вы для души. Продолжим. Друзья, в России наконец-то начали бороться с пиратством. В частности, теперь запрещено выкладывать музыку в социальные сети. Но пользователи нашли выход из этой ситуации и стали переименовывать известных исполнителей. Так, например, теперь под псевдонимом «Волосатый попрыгун» можно найти Игоря Корнелюка. А Полина Космос — это Полина Гагарина. Друзья, чтобы вы не запутались, мы представляем вашему вниманию полный список ваших любимых артистов, как теперь они будут называться в социальных сетях. Старопляс. Газманов. Мать-одиночка. Киркоров. Дедова Радость. Надежда Бабкина. Бабкина Надежда. Стас Михайлов. Латыш. Раймонд Паулс. Латышка. Лайма Вайкули. Латыши. Брейнсторм. Мадонна. Пугачёва. Примадонна. Галкин. Шанса Барт. Трофим. Шанса Попс. Ваенга. Попа Шанс. Зверев. Вадим Казаченко. Вадим Казаченко. Вася. Валерий Сюткин. Вася. Конечно, Вася. В общем, слушайте, дорогие друзья, латышей и латышку. И Васю. Васю. Конечно, Васю. Дорогие друзья, пока мы не знаем, какие у этого фестиваля будут результаты, но одно я знаю наверняка. Когда я буду рассказывать о нем своим внукам, я буду, знаете, как и любой человек, чуть-чуть приукрашивать. Раз на Рижском взморье, где-то среди сосен, юмора бизоны проводили фестиваль. Толпа рука плескала, на сцену приглашала мгимошника по имени Иван. Я извиняюсь, а нас там не приглашали? Вы в тот год к несчастью приехать не сумели. Сразу же об этом я тонко пошутил. Прервал меня Васильич. На, Кевин, за смелость. Спасибо, что приехал. Спасибо, что один. Статистики немедля. Данные подняли. Это самый быстрый был в истории Кевин. Тут же мне вторую за скорость птицу дали. Я скромно отказался, за это третью получил. Но на удивление все только начиналось. Я вспомнил развеселый, старый анекдот. И вот уже на сцену светло-зубый верник светлого Кевина. Мне в зубах несет. Тут внезапно дама в зале закричала. Как же так, Кевина? И за анекдот Гусман разозлился. Помолчил, Лариса. Да еще, Кевина. Видишь, парня прет. Подошел ко мне вдруг статусный мужчина. Молча улыбаясь, гордо руку мне пожал. Можете не верить, а вот я не удивился. Президентского Кевина. Лично Путин мне вручал. Вышел я из зала, увидел Маслякова. Он в море по колено, грустно смотрит вдаль. Что же ты наделал, а, Иван Абрамов? Есть ли дальше смысл делать фестиваль? Приобнял его я и сказал, Дружище, благо мне в то время Как бы статус позволял. Ну, конечно, стоит, стоит без сомнений, Чтобы я все это вот внукам рассказал. Ларри, 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 да. Вот так вот. Дорогие друзья, дорогие друзья, С 1 января в Латвии официальной валютой станет евро. Поэтому вам, дорогие латыши, Придется попрощаться с вашим старым добрым другом. Итак, встречайте, латвийский лад. До свидания, мой любимый город. Да, не думал, что лад выглядит вот так. А как по-вашему должна выглядеть самая тяжелая валюта в Европе? Ну и что вы будете делать с 1 января? После 1 января я ухожу в царство мертвых денег. Туда, где немецкая марка, французский франк, белорусский рубль. А белорусский рубль разве... Он нет, но разве это жизнь? А сейчас я хочу прощаться со своими друзьями. О, я смотрю, поближе сидят те, кто знал меня поближе. Прощайте и вы, незнакомцы! И для вас, родные мои, моя лебединая песня «Лата». Мы были вместе 20 лет, пара чудес. Мы вместе победили рубль, вошли в ЕС. Не мог ты раньше без меня ни есть, ни пить. Теперь мне надо уходить, и я вернусь. Но я останусь, останусь в стареньких штанах. Останусь в бабкиных челках, не обнаруженной заначкой. Как часть названия страны, как украшение стены, и у таксистов видит сдачи. Ну что ж, друзья, уходи в лад, никто здесь этому не рад. Желаю счастья с вашим евро. Ты, Влад, в историю спеши, но избавляться не спеши. Ведь я вернусь с дефолтом первым. Ну и напоследок немного рока. На соло-гитаре Леонид Маргунов. И на соло-гитаре без гитары Иван Абрамов. Вновь фестиваль, стирай границы. Снова за птицей прилетели сюда Интеллигенты из столицы, Чтобы в сердцах ваших быть отсюда. Чтобы в сердцах... Прилетели из столицы дипломаты вновь за птицей, Значит, начинается игра! В честь юбилеев Поздравляем! Сегодня в прессе Отмечаем Привет! Добрый вечер, друзья! Знаете, мы уже в пятый раз приезжаем на фестиваль И по праву можем считать вас друзьями. Как правило, когда разговариваешь с другом, Не нужно подбирать слов. Но совсем недавно в России был издан закон О запрете в общественных местах И на телевидении нецензурной лексики. Проще говоря, русским запретили материться. И об этом наша песня. Народный стон. Плесните колдовства В хрустальный мрак бокалов Сегодня для всех нас Тяжелый час настал Язык, который был Великим и могучим В одно мгновение быть Могучим перестал Как выразить теперь всю широту России Как величавый брус и как прекрасен дом Чем проводить скажи Каким печальным словом Упавший в водоем Мобильный телефон Он напрасные слова Смотри, какая рыба Отстань, ты утомил Ого, какой туман Напрасные слова Друзья, поторопитесь На вас бежит большой подраненный кабан Вам кажется, что вы Всего пять слов убрали Подумаешь пять слов Но тут есть одно но У каждого из них Был миллион значений Что далеко ходить Возьмем хотя бы одно А сколько же всего То слово означало И сущий пустячок И мелкую деталь И некрасивый вид И качество дороги И легкую болезнь И то, чего не жаль И что попало в глаз Что залетело в ухо Скочило на носу И укусило вас Что вытворяет тесть И чем страдает теща Народный псевдоним Завода АвтоВАЗ Комфортность РЖД Атаку нашей сборной Потерю 100 рублей И песни на дали Вообще любой предмет Тосели неизвестный Телепроект ОВА Или бюджет Литвы И то, из-за чего Погиб по сути Пушкин Реформу ЖКХ Или аппендицит О, слышит ли меня Владимир Жириновский Как запретил он суть Того, что говорит Но даже если мы Слова эти забудем Нам братья ладыши На выручку придут Когда поев кафе Увидим цифры в счете Забытые слова Опять сорвутся сгук Продолжим О чем еще поговорить с другом Которого не видел год? Конечно же поделиться новостями Как известно, новости бывают трех видов Объективные Субъективные И американские Итак, обычный выпуск Американских новостей Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Рог, знай, рог. А, хучи, да. И теперь спортсмены. Олимпийские игры в Сочи. Как мы видим, Америка является победителем этих игр. Да. Кто лучший? Кто лучший? Как же, can't you see? Погоди, погоди. Но Америка находится на четвертый месте. И Россия находится на четвертый. Да, но четвертый больше чем один. Почему? Попробуй укрепить один нож. Попробуй укрепить один нож. О, это хер. И теперь попробуй укрепить два. На, 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 на. И теперь посмотрите на победу Евразии, Кончета Вурст. О, Jesus. Это не Jesus, это Кончета. Он выглядит как Jesus. Да, да, очень красиво. Да, 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 да. И теперь посмотрите на русские игроки. О, просто две красивые сестерки. Комон. Возвращая к Кончета. О, да. Ты знаешь, Николай, 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 не могу разлюбить твой лари-ла-лай. Ты знаешь, что это лари-ла-лай? Что это лари-ла-лай? О, нет! Да! Это Россия! Окей, и теперь экономические новости. Сейчас, China и Россия будут иметь большую контракт. И теперь, все границы из России будут идти к China. О, и что с Европой? Европой? О, лари-ла-лай! Да! О, я очень боюсь России. Почему? Потому что посмотрите на наш президент, Барак Обама. Смотри, смотри. Посмотрите, на улице спокойно, просто乗шись на велосипеде. Дин-дин-дин-дин. Я президент, и теперь посмотрите на Владимир Путин. Субтитры создавал DimaTorzok Yes, for today, and the sponsor of our news is PLX. PLX, and then Terminator, baby. Do you know what is it, PLX? О, лари-ла-лай, оу! Good night, America! Уважаемые друзья, ну и в заключение. Согласитесь, что когда разговариваешь со своим другом, нужно говорить всегда ему правду. Но иногда, чтобы не обижать своих друзей, можно немножко приврать. То есть добавить так называемое «бла-бла», которого в нашей жизни, согласитесь, предостаточно. Родителям и военкому, и десять лет учителям. Мы можем врать кому угодно, но никогда не врём друзьям. Бла-бла-бла! Бла-бла! Да я бы в дал, док, тупо нету! Бла-бла! Да ты не толстый, просто крупный! Бла-бла! Отец на Порш чуть-чуть добавил! Бла-бла! В семнадцать, а я в четырнадцать! Бла-бла! Братан, я в пробке, скоро буду. Давай слушаем про Юрму с моим парнем, парни! О, давай-давай! Что Юрма — лакурорт для русских, давно здесь не ведётся речь. Поток туристов из Европы за годы удалось привлечь. Бла-бла! Да русских тут, считай, нету! Бла-бла! Наёмы свои, иди, одни шведы! Бла-бла! Да ты смотри по фестивалям! Шансон же — фестиваль для греков! А скоро будет Юрмалина! Вот там австрийцы насмеются! Дорогие друзья, если серьёзно, то наша команда приезжает в Юрмул уже в пятый раз, и в своё время мы уже выигрывали Большого кино в золотом, поэтому вот честно, в этот раз мы приехали, чтобы просто встретить старых друзей, и какая у нас будет награда, вот нам, вот честно, абсолютно не важно. Бла-бла! Бали-бла! Команда КВМ «Пара-папара»! Спасибо Юрмали! Подними глаза на эту вот команду, оброчи до них внимание своё. На немой вопрос, что это за красавцы, я отвечу вам только лишь одно — это парни из МГИМО! Добрый вечер, друзья! LoveBacker People! Мы, как будущие дипломаты, очень любим КВН, потому что, когда вы смеётесь, вы теряете бдительность! Так что, МГИМОшники, собрались! Все мы знаем песню Эдуарда Хиля «Тро-ло-ло», текст которой был запрещён в Советском Союзе. И наша команда узнала почему. Итак, представьте, 1974 год, Эдуард Хиль, первое исполнение. ПЕСНЯ А вышло так, Просто нахипела, И, слава быть, Буду петь по делу. Ай-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- А в кабинете Брешнев сидит и целует плед Потому что больше ни слова этих вещей в кабинете нет Сейчас вот приедут за мною, приедут, сейчас точно приедут А нифига машин свободных нету И стало быть, могу-то петь я песню эту Как бы я хотел знать заранее, что через сорок лет Этой самой песней, но только без слов, взорвется интернет Свет твоей любви не пройдется золотым В этом году сборная России не радовала своих болельщиков победами И в этом не мог не разобраться самый эмоциональный комментатор России А давай без давай Здравствуйте, с вами Дмитрий, сын России и губерниев И сегодня наша программа начинается на минуту позже Так сказать, с минуты молчания по российским победам И сегодня со мной на скамейке подсудимых Александр Овечкин и Андрей Аршавин И вот мы видим, как только что мимо нас прошел чемпионат мира по футболу, Андрей Ничего не ёкнуло? Нет Чё ты ржёшь? Даже сборная Гондураса была в ЮАР Теперь вопрос к Александру Что вы делаете в Юрмале? Отдыхаю Как и вся Россия в этом году Я, главное, не понимаю Казалось бы, Тягачёв ушел Выигрывай не хочу Нет Им надо было характер показать Садитесь Но мало нам было поражений в футболе и хоккее Пришла беда Откуда вообще не ждали Формула-1, Виталий Петров Кстати, где он? Хан звонил, сказал, что не успевает доехать Но в этом году мы проиграли не только в спорте Встречайте Человек с самым жалостливым лицом на нашей эстраде Мистер Нюня Пётр Налич Закрылись Ей-богу, сейчас стольник подам А что вы на меня набросились? Я же не сам туда поехал Меня народ послал А вас не смущает, что вы единственный из этой троицы Кого послали ещё до поражения? Но я, как Дима Губерниев, всё-таки нашёл плюс Виктор Янукович А при чём здесь президент Украины? Президент Украины – это единственная победа России в этом году Так что, вперёд, Россия, сиди Давай, Россия, давай! Давай, Россия, давай, давай, давай красиво Давай, 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 Россия, давай, давай, давай красиво Уважаемые друзья, сегодня, в отличие от чемпионата мира по футболу в ЮАР и Евровидении, по-любому победят наши. Подожди, ну я же еще команда из Латвии, Украины, Казахстана. Ну я и говорю, наши! Спасибо, Юрмала! Ла-ла-ла, Латвия. Ла-ла-лабью, Юрмала. Гудбай, Балтийский край. И не забывай. Пара-па-па-рам, па-па-рам, па-па-ра-па-рам, па-па-рам, па-па-ра-па-рам, па-па-ра-па-ра-па-ра. На север. Добрый вечер, друзья! Вас приветствуют московские дипломаты. Встречай, Светлогорск, команда Лаврова. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуй, голосящики! Уважаемые друзья, и пользуясь тем, что мы сейчас находимся максимально близко к Западу, хотелось бы обратиться к нашим европейским партнерам. Дорогие друзья, мы ваши санкции... Примем во внимание. Ладно, дипломаты, собрались! Друзья, приезжая на курорт, люди хотят отдохнуть, набраться эмоций и впечатлений. Но иногда их можно и перебрать. Итак, Светлогорск, пляж, 5 часов утра. Эй, ты че лежишь-то? Сам встать сможешь, эй? Отдыхаешь здесь? С кем? С женой отдыхаешь? С кем? Олесь. Жена Олеси? Олесь. Кто такая Олесь? Как птицы кричат. Понятно, понятно. Понятно, в караоке был. Ладно, проверь карманы, может, у нее документы с собой. Фу! Фу! Че там? Там плов! Ёлки-палки! О, смотри, кошелек. Абонемент в фитнес-клуб. Фитнес-клуб? 2005 год. А, ну да-да-да. Так, смотри, телефон у него. Давай наберем последний вызов. Алло, здравствуйте, полиция беспокоит вас. Алло. Я говорю, здравствуйте, полиция вас беспокоит? Олесь. Что? Так, птица закричала. Да какие нахрен птицы? В поднебесь. Да вы раздали уже. Ёлки-палки, лов. Че нам с ним делать, я не знаю. Не знаю. Че? Ну-ка. Благодарственное письмо. Бригадиру стройки Янтарь-Холл за вовремя сданный объект. Мы начинаем КВН, а вы это реком. Уважаемые друзья, наша команда не играла в КВН ровно год. И этот год не прошел для нашей команды даром. У нас у всех, у всех появились семьи. И мы поняли, что отдых бывает у трех видов. Хороший, плохой и с детьми. Итак, всем родителям, которые приехали на отдых с детьми, посвящается. Исполняется потерпевшей стороной. Ты меня на рассвете разбудишь На лицо не обутым не выйдешь Море я никогда не увижу Отдых я никогда не забуду Излечившись с трудом от простуды В тот же день заболели отитом Отказался в обед от ризотто А теперь ест песок с аппетитом И качнется мой бицепс за лето Потому что ношу я повсюду Восемнадцать кило человека И под сорок кило прибамбасов На коленях стою в магазине Вытираю я детскую лужу Перед выходом врал, что не хочет Только ложь просочилась наружу А вчера повторил перед мамой Пару фраз долетевших от папы И обиделась мама на папу И отец повторил те же фразы Ух, боже, как же я хочу на работу К начальнику В цех В шахту На галеры А кто-нибудь знает, сколько нужно купить сосок Чтобы она всегда была? Вы знаете, мы столько лет играем в КВН И я никогда не думал, что человека можно рассмешить Просто сказав ему Ты! И ты кто такой? Диплом ему Кто такой? Вам совет Наш покажется диким Но поверьте, что так будет проще Отправляясь ребенком на море Прихватите с собою и тещу Не кивнет из-за тумбы ведущий Повесть горькую выслушав нашу Он и сам в положении не лучше Каждый год он на отдыхе с Сашей Продолжим Дорогие друзья Калининградская область — это уникальное место Здесь новости про Россию показывают с одной стороны А вокруг области — с другой Итак, представьте обычный выпуск американских новостей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Восститры создавал DimaTorzok П QUIера Ставхл? Субтитры создавал DimaTorzok Восстит в многие страны Так и Getting New glad passed декабря popular sport in america go yep and do you know what the most popular sport in russia golf no tank beat long tank beer oh my god what will be next maybe submarine swimming oh i i don't know maybe helicopter basketball you know i'm really afraid of russia why because look at the cabinet of barack obama and what he looks very happy yeah happy but look at the portrait oh my god whoa and now breaking news the best news for all america is now a man can marry another man hey 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 are you happy yes i'm happy but i want to marry steven so steven it's my ficus ficus yeah ah don't worry wait five years my son and you will marry your ficus why because we live in the best country in the world yep yep well i think that america is like russia why because america has psaki russia has jirinovsky america has terminator and russia have ramzan kadirov because kadirov is a nectar no because it's very dangerous when this man tells you me i think that russia is a really strong nation because only in russia you can see these pictures the vaccines fs Леса, косогоры, да степи. Россия, моя прероссия, От Волги и до Енисия. Где я? Где я? Россия, моя прероссия, О май гад, глупая Америка! Уважаемые друзья, ну и в заключение, мы считаем, что пока российские дипломаты выполняют свою работу хорошо, Стратегическое назначение Калининградской области — это курорт. Берег Балтийский, вечный магнит, И в Светлогорске все огнями горит, И пусть весь мир вокруг нас чуть-чуть подождет, Но снова все вместе игра соберет посреди Европы. Приятного аппетита! Я...